44-летний водитель, насмерть сбивший в покровке 13-летнего мальчика, заключен под стражу на два месяца. Так решил суд. Авария произошла 8 ноября на улице Водянниково. Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, водитель на Шкоде сбил его и скрылся с места ДТП. От полученных травм мальчик скончался прямо на дороге. Позже водителя задержали, он оказался сильно пьян. Уже лишался прав за нетрезвое вождение и заявил, что ребенок сам выскочил под колеса. Возбуждено уголовное дело, красноярцу грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас еще несколько новостей, коротко. На Воронова водитель Тойоты сбил на переходе двух девушек 17 и 20 лет. Мужчина поворачивал на Ястынскую и не затормозил. Сами подняться пострадавшие не смогли, им помог водитель, усадил к себе в авто и увез. В Красноярске скончался самый пожилой десантник страны Георгий Ивкин. Ему было 95, служить он начал в 18. Два года назад имя красноярца внесли в Книгу рекордов России, как самого старейшего ветерана ВДВ. С 25 ноября в Красноярске закроют поворот с республики на декабристов в районе 66-го дома. Там будут установлены запрещающие знаки. Причина – высокая аварийность участка. Поворот на декабристов закроют навсегда. Известный автоюрист и гонщица из Красноярска Оксана Яковлева заявилась на выборы мэра Магадана. Женщина решила бороться за должность после новости о том, что на мэрское кресло нет желающих. Теперь Оксана – одна из семи претендентов. Выборы пройдут в декабре. К автоаптечкам изменились требования. Теперь в наборе должны быть стерильные салфетки, перчатки и медицинские маски. А вот стерильные бинты и бактерицидные пластыри Минздрав исключил. Также аптечки будут комплектовать маской для искусственного дыхания, жгутами и ножницами. Старые наборы можно использовать до конца 2024 года.